Всем привет, кто меня не забыл, а для второй половины представлюсь, Саша Джаггер. Это который в танки играл? Ну, ну да. О, заебись. Когда тут? Да и чего греха таить, серьезно. Да, серьезно. Эти последние полгода были крайне непродуктивными. И что, я снимал все это время только своего курящего друга. Вот понимаете, и даже тут у меня получилось облажаться. Мои влоги выходили раз только в две или в три недели. Отмечаем 20-летие Валентина. Хоть не шатайся. Да слушай, не шатайся, шатаю. Да. А мой паблик превратился просто в сборище репостов. Я ничего от себя абсолютно не выкладывал. И единственное место, где я выкладываю что-то свое постоянно, это Инстаграм. Кстати, Инстаграм. Чекай. Еще даже доходило до такого, что мне просто не хочется брать с собой камеру. А вот тем более придумывать какой-то полезный или даже развлекательный контент было просто выше моих сил. Но, вот знаете что? Не стоит себя клеймить бездарем. А олдовые мои подписчики прекрасно знают, на что я способен. Правда, когда только захочу. А вот знаете, это же все началось с детства. Еще в средней школе я был примером для подражания. Отличник, активист. Везде участвую. И вот что самое главное. Мой классный руководитель это подметил еще в детстве. Я процитирую своего классного руководителя. Твоя лень, Александр, идет впереди тебе. Всегда на шаг впереди, лучше в зале не найти. Мне не нужно деньги, чтобы он... Знаете, такая топская лень. И, конечно же, я не придавал этому особого значения. Я считал, что у меня все под контролем. Но, знаете, дошло до того, что меня в одиннадцатом классе не хотели допускать до ЕГЭ. Я, как и все, ходил на уроки. Правда, вот нихуя на них не делал. И у учителей после этого жутко бомбило. Но, блядь, у меня было все под контролем. Нет, не для меня. Не буду ничего делать. Так вот, к чему это я? На Ютубе точь-в-точь такая же ситуация. Поначалу тебя все любят, у тебя растут подписчики. И ты такой, главное, ломаешь голову, что бы там придумать, видео какое снять. И тут тебе на помощь приходит она. Ку-ку, ёпта. Лень. Мать её. И я могу провести абсолютно весь день за компом. Но так и не сделать ничего полезного. А вот даже если только представить, я бы мог сам написать курсовую. Мог бы разбогатеть на Ютубе и съебаться нахуй от родителей, а? Но всему этому я предпочел стрелять у лалок в ГТА. А, гэнгсты теперь? Ёпта моя. Рок Стар Геймс. Разрушаем жизни. Вот компьютер, компьютер. А знаете, есть же и другая сторона медали. Когда я сутками, ночами, днями даже пропадаю на улице. И да, даже если я не задручу, я всё равно не делаю ничего полезного на свой канал. Наркота, суки, бабло. Звезда номер один в клубах, как белый порошок. А вот знаете, если сейчас включить здравый смысл и учесть то место, где я живу, это друзья, машина, клуб. И даже когда происходит что-то интересное, я не снимаю. И да, я тут ещё заметил, что от моего паблика регулярно отписываются по 20 человек в день. Стабильность, мать её! У меня примерно такая реакция. Но вот утраты я никакой не чувствую. Моя известность растёт. Но вот популярность и спрос просто к хуям. И та же самая история происходит с просмотрами. Их просто нет. А вот полностью я подорвал доверие. Когда анонсировал туториал, который делается до сих пор, в чём главный посыл этого видео? Надо бороться с ленью, иначе у меня загнётся канал, и я выше 20 тысяч никогда не подниму. Ну а с вами был Саша Джиггернаут. Поддерживаем начинающего блогера лайками. Ну как, начинающего. Трёхлетнего. Упоёмся! Ну а-а-а-а-а-а-а? И я перевозрачка. Ну а-а-а-а-а. То есть я ищу. К fountain Der É wow. Продолжение следует...